Шумбрачи Вечки Вейкс Ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат Раф и я ее ведущая Татьяна Родионова. Мы рады, что наша программа снова в эфире. Сегодня у нас в гостях председатель Ульяновской областной мордовской национально-культурной автономии Владимир Сафонов. Владимир Анатольевич, вам слово. Шумбрат Адуялгат. Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно вам сообщить всем моим соотечественникам мордвам и людям, которым интересно знать о нашем прекрасном народе как мордва, о его культуре. Благодаря выигранному гранту правительство Ульяновской области направило нам средства на то, чтобы мы вновь в этом году стали снимать и транслировать передачу Шумбрат Раф. Эта передача, как известно, будет вестись о мордовском народе, о людях замечательных, которые являются этническими мордвами, о героях. Ну, то есть, освещать всем, рассказывать о наших положительных качествах и вообще о нашем народе. Мы хотим поблагодарить правительство Ульяновской области за то, что правительство выделило средства нам на эту передачу. И мы надеемся, что мы сможем показать в этих передачах самое лучшее, что принадлежит из качеств мордовскому народу. Ну, а также поблагодарить лично губернатора Ульяновской области Алексея Юрьевича Русских за то, что он благосклонно относится не только к мордвам, конечно, ко всем национальностям нашей области проживающим, но в частности и к нам мордвам тоже. И всех зрителей я поздравляю очередной раз, что мы имеем эту передачу, и дай бог, чтобы она работала и дальше, и дальше. В общем, это для нас праздник, и я вас всех поздравляю с этим праздником. Спасибо, Владимир Анатольевич. А сегодняшняя программа посвящена мордовской книге. Тарас Шевченко сказал, книги делают нас наследниками духовной жизни минувших веков. Действительно, в книге сосредоточена культурная память народа. История мордовской литературы берет начало во второй половине 18 века. Сначала это были устные пересказы. Затем появились первые книги, описывающие быт мордвы, язык мордвы, переводы религиозных текстов и первый букварь Аксентия Филипповича Юртова. А что можно сказать о региональной мордовской литературе сегодня? Какая работа по сохранению мордовской литературной традиции ведется в регионе? Об этом мы сегодня разговариваем с гостями нашей студии. У нас в гостях заведующий сектором Центр межкультурных коммуникаций Ульяновской областной научной библиотеки Антон Нагаткин. Здравствуй, Антон! Шум, брат! Добрый день! Антон, понимание обывателя библиотека – это место, где хранятся книги, куда можно прийти, взять, почитать и вернуть книгу на место. Но я знаю, что ваш центр проводит много мероприятий, интереснейших мероприятий для поддержания интереса именно к литературе и в том числе к мордовской литературе. Наш центр работает с 2013 года. Мы уже провели, наверное, более сотни мероприятий, не побоюсь этого слова, потому что получается в этом году юбилейный год нашему центру. Наш центр прикреплен к отделу литературы на иностранных языках. И работа ведется не просто к нам приходят читатели и мы выдаем книги, которые они сами выбирают, либо мы подсказываем, но работа ведется и за пределами самой библиотеки. Мы проводим мероприятия как такого узкого круга, так и берем большую аудиторию, выходим за рамки даже региона и общаемся, и ведем диалоги и с другими городами. И наша работа направлена на популяризацию, продвижение именно чтения. То есть у нас есть библиотеки и отдел краеведения и КИБО, которые развивают тему национального вопроса. Но моя работа, наверное, направлена больше на именно вот развитие мероприятий, направленных на язык не только ирцянский, макшанский, но и других национальностей. Потому что в нашем регионе, как он считается, более национальный, чем другие города в Поволжье, более 120 национальностей. Мероприятия проводятся как межрегиональные круглые столы, литературные вечера, творческие вечера, представления новых авторов, которые печатаются либо в Ульяновске, либо за его пределами. Также представляем площадку литературные микрофоны на Шумрате, которые проходят ежегодно. С удовольствием принимаем участие, потому что также продвижение чтения действует на этой площадке. И мы знакомим жителей и гостей региона именно с книгами на макшанском, мерзянском, русском языке. Антон, вы сказали, что вы выезжаете за пределы региона. Как это выглядит в вашей поездке, как эта выставка или беседа, или конференции? Мы принимаем участие в формате либо онлайн, либо сами посещаем конференции, везем с собой книги, которые показываем в других регионах и налаживаем с коллегами отношения деловые, дружеские, чтобы потом взаимодействовать в целом. Антон, скажите, пожалуйста, насколько востребована сейчас «Мордовская книга» и кто ваша основная аудитория? Наша основная аудитория – это возраст от 35 и выше. Но даже посчастливилось поработать с младшими, с дошкольными учреждениями. Это возраст от 5 лет. С ними тоже было приятно поработать. Они тоже заинтересованы уже в книгах. Но, конечно, им нужны книги, где много картинок. Текст уже читают сами воспитатели и рассказывают о национальности. В нашей студии сегодня еще один сотрудник Дворца книги, заведующий сектором мобильного обслуживания Ольга Сафронова. Здравствуйте. Добрый день. Ольга, расскажите о мобильной библиотеке. Где, как, из какой аудитории вы работаете? Есть ли в вашем фонде книги на ирзианском и макшанском языках? Да, мобильная библиотека работает при областной научной библиотеке уже с 2012 года. Это машина, КАМАЗ, в фургоне которой находится библиотека. Все, как и в обычной библиотеке, полки с книгами, стеллажи. И, конечно, у библиотеки, у мобильный универсальный фонд, поэтому мы обладаем достаточно большим количеством краеведческой литературы и, конечно же, литературы на национальных языках. Мы осуществляем, конечно же, библиотечное обслуживание тех населенных пунктов, где нет библиотек. И туда мы приезжаем с нашими книгами регулярно, выдаем наш фонд. И там тоже во многих населенных пунктах есть люди, которые уважают свой родной язык, которые спрашивают литературу, в том числе на макшанском и на ирзианском языках. Отрадно, что к нам обращаются и педагоги. И вот здесь представлены у нас есть учебники по ирзианскому и макшанскому языку, самоучители для детей на ирзианском и на макшанском языке. Ну и, конечно, вот такие вот, сейчас я покажу, такие яркие, красочные азбуки. Здесь вот мордовская азбука, она объединяет и макшанский, и ирзианский язык. И вот такая вот ирзианская азбука, которую мы тоже приобретали специально для того, чтобы показывать нашим маленьким читателям. И вот еще одно направление, которое мы разрабатываем, это проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию книги. И это выездные мероприятия. Мы очень много работаем с представителями различных образовательных учреждений, начиная с детских садов и заканчивая уже вузами, сузами. И у нас есть такой большой проект, который называется «Нескучные уроки». И вот в рамках этих нескучных уроках мы проводим занятие, которое называется «Национальная палитра». И вот здесь мы рассказываем как раз тоже об основных национальностях четырех. И, конечно, показываем мордовскую литературу. Показываем вот эту вот замечательную книгу, этот мордовский народный эпос. Она у нас представлена в двух вариантах. Я сегодня принесла переведенную на русский язык. Это мы показываем, рассказываем те, кто не владеет этим языком, да, но готов и хотел бы познакомиться с мордовской культурой. И у нас есть такая же книга, да, та же Мастарава на уже мордовском языке. То есть мы показываем обе эти книги, да. И еще мы показываем вот эту вот сказку, очень интересную «Кой-Горош», она называется. Тоже мордовская сказка. И показываем мультфильм, который называется тоже так же «Кой-Горош». Дети, конечно, в восторге от того, что вот эта сказка оживает у них на глазах. Ну и, конечно, знакомим с мордовскими традициями. И также в детских садах у нас проходит такое же занятие, которое называется «Добрые соседи». Там мы прямо привозим элементы костюмов, игры и также показываем книги. И последнее направление, о нем уже тоже Антон Сергеевич упоминал, наша мобильная библиотека еще и работает на различных площадках города и области, на различных праздниках. Много раз нас приглашали уже тоже на Шумбрат. Мы стояли там, проводили, показывали, конечно же, свой фонд на мордовском языке, проводили викторины, да, связанные с мордовскими традициями, и проводили еще мастер-класс, сделали закладку в мордовском стиле. Вот три направления основных работ популяризации именно мордовской культуры с помощью нашей мобильной библиотеки. Инжи, судя по рассказам ваших коллег, во Дворце книги довольно обширный фонд литературы на мордовском языке. Как обстоят дела в вашей библиотеке? Расскажите, пожалуйста. Наша специализированная модельная библиотека номер 17 специализируется на сохранении языка и литературного наследия народов по Волжье. Кроме того, в 2021 году в нашей библиотеке прошла модернизация. В результате у нас был закуплен большой фонд литературы, в том числе и на мордовском языке. Наша библиотека предоставляет множество услуг своим читателям. Можно прочитать книги на языках народов по Волжье. Кроме того, мы проводим множество мероприятий, среди которых лекции, семинары, национальные праздники. Кроме того, можно воспользоваться у нас электронной библиотекой литературы. В централизованной библиотечной системе насчитывается более 500 до 93 книг на мордовском языке. Кроме того, я могу сказать, что у наших читателей даже есть любимые книги, среди которых, например, книга Кузьмы Абрамова, роман «Поргас». Кроме того, нашим читателям очень полюбилась книга Василия Брыжинского «Люди Млечного пути». Кроме того, у нас еще есть замечательная книга, называется она «Мар-2». Эта книга исключительная, буквально ее можно сказать, что эта книга предназначена для широкого круга читателей, в которой мы можем узнать и про то, какие были у Мордовы приняты порядки в семье, и как у них было построено общество, и как формировался вообще мордовский этнос. Как я уже сказала, в 2021 году, когда в библиотеке была модернизация, были закуплены ряд книг. И есть у нас такая книга, как книга Александра Лузгина «Жизнь промыслов». В ней описывается, какими промыслами занимались мордовский народ в период с конца XIX до начала XX века. И еще одна из замечательных книг, которые к нам прибыли, это «Мар-2 Российской империи». Здесь рассказывается о том, каким образом происходило объединение наших народов, как это было сделать непросто, и как в результате все у нас сложилось мирно, и теперь «Мар-2» – часть нашей страны. Теперь нам точно понятно, что библиотека – это не просто хранилище для книг, это большая общественная работа с населением. И я надеюсь, что мы пробудили интерес к чтению на мордовских языках, на ирзианском и макшанском. А я напоминаю, что наша программа выходит в эфир на канале Уллправда ТВ каждую первую и третью пятницу месяца, и программа также доступна в записи на сайте Уллправда.ру. До свидания, вас Том Мазанок.